Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. Евгения Даровская, Кирилл Политов, здравствуйте! Несмотря на кризис в стране, объем государственной поддержки алтайских аграриев в 2016 году будет сохранен на уровне прошлого года и составит 4 миллиарда рублей. Лимиты финансирования растениеводства и животноводства уже известны. Об этом заявил губернатор на Совете администрации края по подготовке к предстоящей посевной кампании. О планах на будущий сельскохозяйственный год расскажет Маргарита Белова. Постепенно выплываем. Так охарактеризовали аграрии края рентабельность своего бизнеса. Если в прошлом году им в очередной раз резко закрутил гайки курс валют и, соответственно, взлетевшие цены на комплектующие, ГСМ и удобрения, то сегодня условия для работы немного выровнялись, говорят руководители хозяйств. Например, ставки по кредитам снизились. В 2015 году они составляли от 18 до 28 процентов годовых, в этом от 14 до 19. Объем поддержки сельского хозяйства из краевого бюджета в 2016 году определен в размере 628,7 миллиона рублей. Это на 48,7 миллиона рублей больше уровня прошлого года. В этом году аграриям по-прежнему будут возмещать часть затрат при уплате процентов по краткосрочным кредитам. Также действуют субсидии на производство и переработку молока на элитные семена и развитие животноводства. За регионом сохраняется право самостоятельно определять порядок выплат по всем видам государственной поддержки, в том числе и по несвязанной. Это предоставление субсидий на один гектар посевной площади. В этом году объемы несвязанной поддержки по отрасли растеневодства сохранены на уровне прошлого года и существенно в разы увеличена так называемая несвязанная поддержка по отрасли молочного животноводства. По сообщениям глав районов, техника к началу посевной уже готова, но в некоторых хозяйствах не хватает кадров. Губернатор края призвал позаботиться об этом заранее, привлечь службы занятости. Что касается семян, в настоящее время ведется их проверка на качество. Из необходимого объема в 585 тысяч тонн заготовлено 100%. И, наконец, метеорологи обещают холодную и затяжную в этом году весну. Полностью снег сойдет только к концу апреля, а это время, когда в полях начинаются основные работы. Маргарита Белова, Александр Морозов. Наши новости. Рубцовск получил диплом конкурса культурных столиц России. Такой конкурс проводят второй год подряд по инициативе Союза малых городов России для активизации творческого потенциала провинции. В этот раз в нем участвовали 203 города. Победители определяли в зависимости от численности населения. Например, лучшим городом с населением от 50 до 150 тысяч человек стал Димитровград Ульяновской области. А среди городов с населением до 50 тысяч жителей победил Ростов-Великий. Наш Рубцовск стал дипломантом в числе городов с населением до 150 тысяч жителей. Жюри учитывало активность социально-культурной жизни, а также работу местных властей по развитию культуры. В январе у ворот одного из коттеджей Барнаула как спичка вспыхнул автомобиль. Причиной мог стать конфликт между родственниками, ведь в доме живут несколько семей, в том числе и бывшие супруги, которые не могут решить даже через суд, кто теперь должен отапливать их квартиры. Чтобы не оказаться в похожей ситуации, при разводе нужно четко знать, как поделить нажитое имущество. Консультация специалиста по этому вопросу далее в нашей постоянной рубрике. Если супруги договорились о разделе совместно нажитого имущества, им необходимо составить нотариально заверенное соглашение, и если речь идет о недвижимом имуществе, зарегистрировать его в регистрационном центре. Следует помнить, что не считается совместно нажитым имущество, полученное в результате наследства, либо дарения. Если обоюдного согласия нет, разделы имущества шляются через суд. Полицейские и военные примут участие в конкурсе «Битва хоров». Правда, в Москву они не поедут, а продемонстрируют свои вокальные данные в Барнауле в рамках межрегионального песенного конкурса, посвященного Дню защитника Отечества. В нем примут участие ансамбль двух войсковых частей края, коллектив пограничников, хор Краевого управления МВД, Барнаульского юридического института и полицейский из Красноярского края. На конкурсе прозвучат патриотические и эстрадные песни. Оценивать выступления соперников будут заслуженные работники культуры и искусств нашего региона. Но, к сожалению, все желающие не смогут попасть на эту битву хоров, поскольку у свободных мест уже нет. Вот хорошо, что в интернете такой проблемы не существует. Премьер клип певца из Барнаула Григория Ясаяна набрал на Ютьюбе более 6,5 миллионов просмотров. Песня «Как я тебя люблю» стала, как пишут в интернете, любимой песней всех армян. Сам Григорий назвал ее самой популярной. Исполняется она на армянском языке и посвящена сыну. Григорий Ясаян живет в Барнауле с 1994 года. Известность среди горожан получил еще 20 лет назад, когда исполнил песню «Летний дождь» Григория Талькова. В 1999 году выпустил первый альбом, а после сочинского фестиваля приобрел широкую популярность и начал выступать в других городах России. Наверное, вся Армения посмотрела. Считанные дни остаются до зимней Олимпиады городов Алтайского края. В разных районах края спортсмены сейчас готовятся к этому событию. Накануне наша съемочная группа побывала в Заринске, посмотрела, как тренируется городская сборная и познакомилась с местными талантами. История 15-летнего чемпиона, которым гордится Заринск и Алтайский край, и его олимпийские надежды в нашем сюжете. Вдох, полувыдох, все, грубую наводку и далее. То есть, если ты будешь это все правильно делать, значит, у тебя будет получаться. И получается. Захар без верхов в биатлоне всего два года, но он уже выбивает 50 целей из 50. Вспоминает о лыжной трассе, стал грезить после Кубка мира и Олимпиады, которые смотрел по телевизору. Мне нравилось все вместе, как они стреляют, как они бегут, красиво все толкаются, стреляют, какие у них эмоции, когда они промажут или когда закроют все мишени и бегут. Родители Захара сначала возражали против биатлона, ведь мальчик уже занимался футболом. Просили, чтобы не бросал начатое. Но в итоге родные сдались и ни разу не пожалели. Захар отлично выступал на Олимпиаде городов Края и в сборной региона на всероссийском первенстве. И это не считая побед на всевозможных городских соревнованиях. Наставники говорят о большом таланте, ну и об особом подходе к тренировкам. Не заострять на том, что нужно обязательно выиграть. Если ты не выиграешь, ты знаешь никто. Это радость в общении с соревнованиями. Вот это и должно в ребенке закладываться. Вот она, самая главная группа поддержки Захара, его семья. В этом доме все болеют за биатлон. А Захар хочет сделать его своей профессией, чтобы родные ни в чем не нуждались. Пока же заработанные им ценности – это золотые и серебряные медали. Нам такое прям табу быть на соревнованиях. Мне вот лично, ну не знаю почему он так. Папе можно, с сестрам можно, а мне вот как-то, мам, не езди. Но все равно вот тут же не прикажешь, он стучит, как будто с ним рядом бежишь постоянно каждый раз. Сестры Захара тоже интересуются зимними видами спорта. Самая младшая, трехлетняя Аделина, просит то коньки, то лыжи. Захар будет кататься, и Милина будет кататься, и Дэля будет кататься, и мама будет кататься. И я буду кататься. Сейчас Захар готовится к фестивалю лужного спорта и спартакиаде школьников России. И под звуки варгана так спортсмен настраивается перед турнирами. Думает об уже пройденной лыжне, промахах и попаданиях. Для меня это здоровье, азарт, счастье, радость. Я не знаю, когда бегу, я радуюсь. Мы счастливые все, потому что у него все хорошо складывается. Конечно, больше всего Захар мечтает об олимпийском золоте. Спортсмен поставил цель участвовать в Играх 2026 года. В том, что попасть в эту цель удастся, родные не сомневаются. Ведь он так метко стреляет. Катерина Гаськова и Николай Шилко. Наши новости. Если у вас есть о чем рассказать, звоните к нам в редакцию 659-129. Нескучного дня вам. Попадайте и вы тоже в цель. К утреннему часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова